Доброго дня, господа и дамы Реста Кемперы. Хотим представить свой проект. Мы оранжевая команда под руководством Марка Зархина. Значит, покажем, что у нас есть в данной ситуации. У нас есть город Львов, улица Ефремова, 445 квадратных метров, жилой массив, скорее, первый этаж пятиэтажного здания, цена продажи 600 тысяч, аренда 18 долларов за квадратный метр. Покажем, как он выглядит. Очень симпатичное заведение. Мы решили ничего не менять. Шутка. Плюсы. Если вы видите, где стоит бус, там есть парковка. То есть спальный район и место для парковки уже обеспечено, это уже хорошо. Помещение внутри. Ужасное, но зато есть красивые колонны. Не хватало только посадить еще Львов рядом, и будет львовский ресторан. Вот что мы хотим сделать из этого заведения. Представлю. В двух словах. Это кафе с торбами-заготовками. Значит, наше заведение будет называться торба. Я просто слегонца объясню москвичам. Торба – это сумка, либо торба – это в торбе, в проблеме. То есть, говорят, у нас есть такое выражение во Львове. Поэтому у нас это торба, это сумка с фермерскими продуктами. То есть, вы заходите в магазин, это free flow, спокойно ходите, как по мини-маркету, рынок, где стоят корзины, дерево, эко-продукты, из яблока выглядывает червячок и смотрит в ваши честные глаза. То есть, ингредиенты мы будем стараться привозить из Италии, с фермерских хозяйств, то есть, брать чистый экологический продукт. То есть, go organic. Будем стараться предоставить нашему потребителю натуральные, чистые, высококлассные, то есть, высококачественные продукты. Не красивые, а настоящие. Также в данном заведении будет, ну, это экстерьер, то есть, с улицы так же выглядит, как маркет, то есть, где человек может себе набрать продуктов. Внутри также будет находиться у нас кафешка. Ну, давайте я сначала пройдусь, наверное, по продуктам, что мы там планируем. Будет несколько секций. Будет, когда заходим, секция лучше по плану все-таки провести, а потом показать визуализацию. Если войти в помещение, сразу есть овощная выкладка, касса, бакалея, сыры, колбасы, то есть, продукты высококачественные, такие, как, допустим, там и салям, и хамон, прошута. Дальше, боксы-наборы, это наша фишка. Что такое боксы-наборы? Мы хотим предоставить нашему покупателю, я, правда, еще не сказал, кто наш покупатель потенциальный, но мы хотим предоставить нашему покупателю возможность приготовить еду дома. То есть, боксы будут выглядеть таким образом. Это коробочка, ну, сейчас мы слепили из того, что было, да, но это коробочка, в которой есть боксы пронумерованные номер один, номер два, номер три, номер четыре, с легкой инструкцией, с фотографией, что это за блюдо. И инструкция будет выглядеть так. Разогреть сковородку с подсолнечным маслом и высыпать в сковородку совместимое контейнера номер один. Готовить 10 минут. Через 10 минут добавить совместимое контейнера номер два. То есть, очень просто, это все придумано для тех, кто хочет научиться готовить, но тяжело разобраться с разнообразными рецептурами и тому подобное. Это в своем роде школа кулинарного искусства, да, потому что очень много еще плюс к тому людей любят готовить, но не любят чистить, не любят нарезать. И поэтому закладка просто ингредиентов в кастрюлю намного проще и будет запоминаться, сколько данный ингредиент готовится. Поэтому, ну это маркет, поэтому анализируя аудиторию, у нас в основном будут мамочки гуляющие с детьми, бизнесмены, просто жильцы данного района, ну и плюс планируется доставка. Общая площадь, которую мы взяли, всего 235 квадратных метров. На производство мы потратили 40% на торговую площадь 60%. Также в данной концепции имеется кафешка. Если вы посмотрите сюда, слева в нижнем углу есть кафе с открытой рабочей линией шеф-повара, который готовит на глазах у наших посетителей, у наших зрителей. Также комментирует то, что он делает, проводит мастер-классы и зрители могут просто посоветоваться с ним, как готовится данное блюдо. Мы рассчитали всего на 30 посадок, плюс салат-бар, точно так же готовятся салаты на глазах у посетителей. И если вы посмотрите, сделали стол, где можно сидеть непосредственно и наблюдать за приготовлением пищи. Это наша торба. Единицы измерения в данном заведении не будет 100-200 грамм, а будет торбец, торба и полноторба. Если вы заметите, есть этикеточка торба на полевание. Люди, которые собираются на охоту, либо на рыбалку, могут прийти и взять комплект уже сформированных для них на охоту, на рыбалку, либо для детей в школу. То есть это может быть там сэндвич, канапка и тому подобное. Уже сформированные нашими работниками. То есть предлагать на охоту кусок сала, горчица и тому подобное. Вот так выглядит малый торбец. Студентская торба, в котором находится там, допустим, бутерброд и бутылочка напитка. В данном концепте мы также будем выпекать свежий хлеб, батоны, багеты, бейгелы. То есть и все это будет делаться в зале также, вот там, где рабочая зона шеф-повара, сбоку стоит пароконвектомат, чем мы будем просто завлекать запахом наших покупателей свежей хлебобулочной продукции. Также планируется из этой хлебобулочной продукции и место, где будет находиться колбасы, допустим, там хамоны и тому подобное, прошута. Комплектоваться будут сэндвичи, которые также посетители могут взять с собой. Все-таки в основном, ну это сайт, дизайнер случайно поставил туда пиццу. Пиццей мы торговать не будем, будем торговать конкретно нашими наборами для приготовления. Либо готовые пищи из кафе, либо, как мы назвали, ну всем остальным товаром, то есть хлеб, колбаса и тому подобное. Все, это последний сайт. Да, главный акцент в данном концепте мы все-таки ставим на продажу наших боксов, как я сказал. Хотим научить людей готовить, потому что очень много, тенденция сейчас растет, что много людей хотят научиться готовить, но все-таки это сложный процесс, в котором они ничего не понимают. Поэтому легкая и доступная технологическая карта с последовательностью закладки бокс номер один, бокс номер два, бокс номер три и время приготовления данного ингредиента даст возможность просто каждому желающему приготовить данное блюдо, в принципе научиться, как это делать. Здесь у нас есть суп, здесь есть вот, допустим, паста карбонара. Мы взяли с собой ВОК индукционный, просто на всякий случай, если вы хотите посмотреть, допустим, мы можем вызвать из зала любого желающего, кто не умеет готовить, приготовить по данной инструкции пасту карбонара. Это займет в принципе всего полтора минуты, поэтому вы просто скажите, если есть желание. А приготовить есть желание? Есть фартух, в принципе, да? Давайте, есть у нас еще время? АПЛОДИСМЕНТЫ Не золотистые ребята. И оптимистический прогноз, как обычно, транслирую, чтобы взяли так, сколько хотелось бы. Все, присаживайтесь, пожалуйста, коллеги, команда Алексея Зимина. Это все давно. Фирменные торбы, это торбы, о которых я говорил, это 50%. Розничная продукция, это то, что я называл, да, вот выпечка, хлеб, колбасные изделия и тому подобное, 20%. То есть фудкост также мы определили на кафе 30%, фирменные торбы 50%, розничная продукция 70%. То есть и средний фудкост у нас получился 48%. Расчет безубыточности проекта, значит грязная выручка, выходит 204 231 в месяц, что есть в день 6808 гривен мы должны продать. Фудкост при этом 98 тысяч, это отмесячный 31 гривен. На покрытии фиксированных расходов 106 200. Рентабельность. С учетом трехгодичной окупаемости проекта, нам нужна грязная выручка 354 тысячи. Это нормально, пусть будет, нормально, пусть будет, 354 872 грязная выручка в день 11 829. Конечно мы могли играть с цифрой безубыточности, то есть со сроком безубыточности, то есть мы пробовали ставить 2 года, что есть в идеале, но все-таки это 3 года. 2? Ага, 2 года, я понял. Значит фудкост 170 338 на покрытии фиксированных расходов и инвестиций 184, прибыль в день 2611, прибыль в месяц 78 333. Значит рентабельность получается 22%. Распределение дохода по направлениям продаж, то есть кафе у нас 30% фудкост получается 106 462 гривни, фирменные торбы, это то, что мы ставили 50% продаж от всей суммы, это 177 436, розничная продукция 20% 70 974 гривни. Средний чек по направлениям продаж, значит кафе мы поставили 80, это 44 чека в день, то есть при 30 посадках это 1,5 ротации посадочного места, фирменные торбы 70, значит розничная продукция 100. И оптимистический прогноз, как обычно калькулируется, мы взяли так сколько хотелось бы, кафе 70, что есть 2 с копеечкой ротации посадочного места, это 5600 и торбы 100, это 7000, розница 40 чеков в день. То есть окупаемость проектов в данном случае при оптимистических расходах выходит 12 месяцев, то есть оптимистическая рентабельность 26,67%. В принципе, возможно увеличение рентабельности за счет летней террасы, есть место для летней террасы и также доставки продуктов на дом. Спасибо за внимание.